Приветствуем вас, друзья, на канале Даниила и Ларисы. Сегодня будем готовить салями свиную высшего сорта по книге Конникова 1938 года, ну и, соответственно, по ГОСТу 1938 года. Для новых подписчиков, если есть желание получить эту книгу, оставляйте свой имейл в комментариях, я вам вышлю ссылку на скачивание с моего гугл диска. PDF-файла, прекраснейший альбом с бомбезными рецептами. Перейдем к нашей колбасе. Значит, для приготовления колбасы нам понадобится 40 частей нежирной свининки, вот такой вот задней части, и 60 частей жирной свининки. Это живот почеревина. Далее, по специям нам понадобится белый молотый перец, белый дробленый перец, вот такой вот крупный, мы взяли горошек, раздробили его в ступке, молотый чеснок, ну, гранулированный чеснок, вернее, и коньяк. Западуло в колбасу выливать. И для засолки нам понадобится нитритная соль. Нитритной соли с содержанием нитрита натрия 0,6% используем 27 грамм на килограмм сырья. А, ну, также понадобится сахар для засолки. И, смотрите, друзья, очень часто говорят, что это много соли. Это не много, это минимум соли, на мой взгляд, который можно ложить. То есть 20 грамм нитритной соли для сыровяленой, для сырокопченой колбасы, это ни о чем. Ну, во-первых, она будет банально несоленая, а, во-вторых, особенно если колбаса свиная, вы подтвердяете свое здоровье риску, то есть не хватит этого нитрита натрия для того, чтобы качественно поработать со всеми болезнетворными бактериями. Итак, приступим. В первую очередь, для того, чтобы нам мясо засолить, нам его надо порезать. Засаливать мясо мы будем в одной емкости, но при этом нарежем его так, чтобы потом в емкости могли его разделить, потому что измельчать нам мясо надо будет на разные решетки, грубо говоря, мясорубки. Вообще, по оригинальному рецепту, вот эту вот грудинку, жирную свинину, ее надо попросту нарезать тонкими полосками, но мы будем измельчать на крупной, на очень крупной решетке мясорубки 20 мм. Поэтому режу вот такими вот полосками. И пока режу мясо, отвечу очень часто, в комментариях задают два вопроса. Первый вопрос, ну, мы же делаем сырокопченую колбасу, но это касается и варенокопченых колбас, и полукопченых колбас. Так вот, первый вопрос звучит так, делал все по твоему рецепту, и колбаса получилась сильно копченая, с таким, ну, просто невозможно есть. Смотрите, друзья, все зависит от того, как и где вы коптите. Вообще, по оригинальным рецептам, вот этим вот колбас 38-го года, она там коптится 48 часов. Но, естественно, речь идет о том, что коптится она в помещении, в промышленной коптильне, которая имеет объем 20-30 кубических метров, и плотность дыма там совершенно другая. Поэтому на это мы, в принципе, не обращаем внимания. Я подбирал длительность копчения, которую я даю в своих видео, опытным путем, исходя из своей коптильни. И вот смотрите, что происходит. У вас динамический дымогенератор, и вы используете коробку картонную для копчения, допустим. Вводите туда дым от генератора, закрываете коробку, помещаете колбасу. Объем очень маленький на такое количество колбасы. Концентрация дыма сумасшедшая. Помимо этого, у вас нету в этой коробке, или в бочке, допустим, мне подписчик писал, коптил в бочке, накрыл тряпкой. Нету циркуляции дыма. Вы дым туда нагнетаете, но циркуляции нету. Все оседает, естественно, вся копоть, и, кстати, канцерогены тоже оседают на вашей колбасе. Поэтому, в первую очередь, если маленький объем, то время копчения надо увеличивать в разы. Вам же никто не запрещает, когда вы делаете колбасу, покоптите ее. Попробуйте, если маленький объем, если вы коптите вот таким вот методом, покоптите ее 2 часа. Попробуйте. Докоптить вы всегда сможете. А вот, когда колбаса уже перекопчена, она получается полностью испорчена. Второй момент. Даже если вы делаете это в картонном ящике или в бочке, обязательно предусмотрите какое-то отверстие, не меньше входного отверстия дымогенератора, для циркуляции дыма. Ну, обычный банальный дымоход. Для того, чтобы дым там не концентрировался, а именно циркулировал. Для того, чтобы он выходил. И будет вам счастье в жизни. Третий момент. Вы закоптили колбасу, не надо ее сразу пробовать. Концентрация действительно дыма сумасшедшая. Колбаса должна отвисеться и отдохнуть минимум сутки. Я говорю это в каждом рецепте. Ну, иначе пока она не отвисится, не отдохнет. Но любое блюдо, даже свежепожаренный стейк, он, как вы знаете, должен отдохнуть. То есть, если его начать сразу же подтать, он не такой вкусный, как если он отдохнет 10-15 минут. Ну, вот это вот мои соображения. Это мое личное мнение. Естественно, не претендую ни на какую истину. Я так думаю и делюсь с вами, так сказать, своими соображениями. Второй момент, второй вопрос. Я приготовил колбасу по твоему рецепту. И она у меня получилась кислая. Смотрите, я начинаю общаться с человеком по поводу мяса. И выясняю, что мясо было парное. Для приготовления любой колбасы мы ни при каких раскладах не используем парное мясо. Парное мясо годится только на шашлык. Вот если вы хотите сделать вкусный, хороший шашлык, тогда можно использовать парное мясо. Для колбасы мясо должно обязательно вызреть. Из этого никак. Возревает мясо при температуре 3-4 градуса в холодильнике минимум 3 дня, а лучше 5 дней. Откуда берется кислый вкус? Мясо банально скисает. То есть, когда вы готовите колбасу из свежего мяса, оно банально скисает. И причины этому две. Первая причина – это недостаточное количество соли, в том числе и нитритной соли. И вторая причина – это мясо, которое не вызрело. Свежее мясо. Вот поэтому она может скиснуть. Ну и еще, конечно, процесс ферментации имеет значение. Когда мы колбасу отправляем на усадку, если очень высокая температура, а усадка длинная, вот допустим, в этой колбасе, эта колбаса сырокопченая, у нас будет висеть 5 дней. И висеть она должна при температуре 4-5 градусов. Если мы ее даже повесим на усадку при температуре 10 градусов, то шансы, что она скиснет, очень большие. Еще один вопрос, на который я хочу ответить, плавно выходящий из этого вопроса. Если боитесь, чтобы мясо вот так вот скисло, то, о чем я только что говорил, и колбаса имела кислый вкус, добавляем пищевую добавку, антиоксидант, аскорбиновую кислоту. И далее нежирную свинину режу так, чтобы смог ее отделить, отделить потом то есть кубиками. Для чего еще добавляют аскорбиновую кислоту? Вы, наверное, замечали, что на витринах магазинов колбаса висит, вернее, не висит, а лежит в витрине срезом к воздуху, то есть ничем срез не запакован, и этот срез не меняет цвет. Если вы возьмете обычную домашнюю колбасу, срежете ее, в течение часа срез поменяет цвет. Вот для этого добавляют антиоксидант, именно чтобы не менялся цвет. Ну и, естественно, чтобы исключить возможность закисания. Мы стараемся соблюдать температурные режимы, все, поэтому антиоксидант не добавляем. Ну и плюс колбаса у нас нигде не лежит на витрине, вот поэтому не добавляем аскорбиновую кислоту. Сейчас я, друзья, нарежу все мясо и перейдем к засобу. Нарезали все мясо, отправляем его в любую емкость и начинаем засаливать. Наша задача – качественно засадить мясо, чтобы каждый кусочек нашей свинины получил свою порцию соли. Поэтому не поленитесь и проведите вот такую вот процедуру. То есть не всю соль сразу бухнуть туда, а чуть-чуть посолить, перемешать. Конечно, мы сейчас готовим эту колбасу на заказ, поэтому ее достаточно много. В таких количествах для себя навряд ли готовят. Тут 7 килограмм сырья, это получится где-то 5 килограмм сырокопченой колбасы. Но все равно перемешиваем тщательно. Я не буду сейчас все перемешивать, потом, когда закончу. Что я хочу сказать? Когда мясо перемешали, хорошенько его утрамбуем, чтобы удалить оттуда весь воздух. Он там нам совершенно не нужен. Накрываем кастрюлю крышкой или пищевой пленкой и отправляем на засолку в холодильник при температуре 2-4, идеально, 5-6 допустимо. На 5-6 дней. Мясо у нас будет засаливаться. Мясо, если мясо нормальное, оно не должно пускать никаких соков, ничего из него не должно выделяться. Мы его не трогаем, не мешаем. Вот просто оно у нас стоит и просаливается в холодильнике. А через... мы оставляем на 6 дней, потому что мяса много, я его порезал крупными кусками, пусть себе засаливается. Хуже от этого не будет. А через 6 дней, друзья, приступим к приготовлению нашей свиной сарайбе высшего сока. Через 6 дней приступим к обработке мяса. И вот я хочу показать нюанс, почему я говорил, что мясо надо плотно утрамбовать. Вот смотрите, вот эти кусочки мяса лежали сверху. Видите, они потемнели по сравнению с остальным мясом от контакта с воздухом. Все же остальное мясо у нас ярко-розового цвета. Итак, в первую очередь измельчаем нежирную свинину. Измельчаем ее на мясорубке с минимальной решеткой. Мы будем использовать решетку с диаметром отверстия 2 мм. Прошу прощения. Далее измельчим всю грудинку. По оригинальному рецепту ее надо измельчить брусочками 5х5 мм в сечении и длиной 7-8 см. В промышленных условиях это делается на скорорезке. И если вы делаете одну палочку колбасы, можно порезать вручную. Так рисунок колбасы будет значительно красивше. Ну, красивее. Сейчас будет опять ругаться, что нету такого слова красивше. Знаю я. Так как делаем более 10 палочек колбасы, то не буду заморачиваться с измельчением. Вот таким вот вручную. Измельчу всю грудинку на нашей решетке с диаметром отверстия 20 мм. Получается достаточно крупно. Вот такие, видите, у нас получаются. Нарезка такая, скажем так. Далее нам надо провести процесс вымешивания фарша. У меня все мое количество фарша в наш миксер не поместится. Естественно, если вы делаете... У вас все это помещается в миксер, то делайте сразу в миксере. Если у вас нет такого миксера, то вооружитесь ручным миксером с насадками, вот такие там спиральки для вымешивания теста. Фарш надо вымешивать очень тщательно, в течение 5-7 минут до появления фарша белых волокон. То есть вот это вот мясо, оно должно, я покажу потом, должно стать белесое. Итак, друзья, еще очень важная информация. При приготовлении любых колбас до набивки и во время набивки, до формирования батона колбасы, температура фарша не должна превысить 10 градусов по Цельсию. То есть фарш должен быть холодный. Поэтому, если у вас очень жарко, вы делаете маленькую порцию. В процессе измельчения на мясорубке мясо нагревается. Во-первых, перед приготовлением мяса обязательно охладите в холодильнике, можно даже подморозить чуть-чуть. И второе, если проверяете, после измельчения, перед вымешиванием, мясо уже пограничную температуру имеет, например, 8-9 градусов, лучше его сложить в плоский пакет, поместить на полчаса в морозилку, чтобы оно охладилось. Я вношу сейчас специи, частично вначале перемешаю руками, а потом уже приступлю к вымешиванию на планетарном миксере. Я вам это, естественно, покажу и покажу результат. Просто мне надо сейчас вместить специи в такое большое количество мяса. Сюда же вносим коньячок. И начинаем вот такую процедуру. После того, как мясо я размешал, специи, приступим к вымешиванию. Друзья, никогда не пренебрегайте операцией вымешивания. Это очень важный процесс в производстве колбас, особенно сырокопченых и сыровяленых. От этого зависит конечный результат. В результате вымешивания должны получить вот такой вот результат. На мясе появились характерные белые волокна, и оно поменяло цвет в сторону белесого. Теперь приступим к набивке. Переместили в фарш колбасный шприц и начинаем набивку колбас. Используем коллагеновую оболочку для сыровяленых колбас. Нарезали ее длиной примерно 45 см. И начинаем набивку. Удобнее это делать вдвоем. Так, чтобы один человек зажимал, а второй крутил. Набиваем достаточно плотно. Вот таким образом. Теперь набьем все наши батоны и приступим к вязке. После того, как батоны набиты, начинаем их вязку. Обратите внимание, мы не набивали все батоны, а набили только половину. Потому что в помещении тепло. Если мы набьем все батоны, они перегреются. А нам важно, особенно для сыровяленых и сырокопченых колбас, чтобы на протяжении этого процесса температура у нас не поднялась выше 10 градусов. Иначе тот жир, который находится в колбасе, начнет расплавляться, обволакивать мясо. И таким образом все дальнейшие процессы вяленья будут проходить неправильно. Соответственно, возможно, частый такой порог колбасы, как закисание. Одна из причин закисания колбасы, это как раз несоблюдение температурного режима. Обвязывать колбасу тоже лучше вдвоем. Смотрите, один человек берет и вот так вот ее подкручивает, как бы уплотняя. А второй при этом завязывает. Конечно, есть специалисты, мастера, которые реально научились делать это самостоятельно. Но это, на мой взгляд, значительно сложнее. И не так качественно получается. Подкручиваем колбасу, уплотняя ее. И после этого обвязываем. Можно вязать любимыми всеми колбасниками колбасными узлами, но мне нравится больше обычный двойной узел. Порвалось. В общем, обвяжем все колбасы и расскажу, что делать дальше. Для того, как все батоны перевязаны, проводим инспекцию на наличие воздуха. Если где-то обнаруживаем пузырек воздуха, то вооружившись иголочкой прокалываем колбасу, дабы не испортить впоследствии рисунок. Пузырьков воздуха у нас нету. Прокалывать можно совершенно спокойно. Далее, друзья, подвешиваем нашу колбасу на усадку. Процесс этот именно происходит в подвешенном состоянии. То есть колбаску нужно повесить в холодильнике при температуре 2-4 градуса идеально до 6 допустимо. На 5-6 дней. Желательно, чтобы в холодильнике была высокая влажность. То есть идеальные условия усадки это 75-80%. Ну вот, как бы завязываем, подвешиваем и через 5 дней встречаемся с вами, будет продолжать процесс приготовления. Через 5 дней колбаска потемнела и немножко вытянулась. Видите, вот смысл, какое подвешивание было, то что она самопрессовалась немного. Если вот здесь вот немножко образовался пустое место, то берем, подкручиваем и еще подвязываем одним узелком. Вот таким вот образом. Сейчас проведем эту процедуру и приступим к копчению. Внестили колбаску в коптильню. Будем коптить ее 6 часов при температуре 20 градусов. И смотрите, дорогие друзья, время это я даю из расчета объема своей коптильни и знания особенностей, как она коптит. Поэтому, если коптильня маленькая, допустим, мне задают вопрос, я закоптил колбасу, как ты сказал, по такому же времени, и она у меня получилась перекопченная. В чем дело? Я задаю вопрос, а какого объема коптильня? Коптил в ящике, а есть дымоход? Нет, дымохода нету. Вот эти вот моменты очень сильно играют роль, очень сильное значение. То есть, если у вас небольшая коптильня и нет дымохода, значит, срок копчения дым ложится значительно более плотно. И срок копчения уменьшается. Особенно вот такую колбасу лучше прокоптить один раз, допустим, там 2-3 часа, посмотреть на ее состояние, охладить, и потом через 2-3 дня дать ей отвисеться, и через 2-3 дня можно докоптить уже до желаемой степени копченности. Это будет лучше значительно, чем перекоптить колбасу. Но я в своем случае буду коптить при 20 градусах 6 часов. После 6 часов копчения свиная салями высшего сорта выглядит вот таким образом. Думаю, дорогие друзья, что колбаска получится просто перфектной. Она так пахнет замечательно. Смотрите, еще раз. Если вдруг вы не были уверены в количестве часов копчения и закоптили ее немножко меньше, чем надо, в принципе, это не беда. Это всегда лучше, чем перекоптить. Да коптить всегда можно. Если вы перекоптили колбасу, она получила характерную горечь, то это уже очень сложно исправить. В любом случае, после копчения, мы вчера вынули колбасу из коптильной камеры, извлекли, и она у нас опять висела, отдыхала. Мы ее сразу же не отправляли в камеру для созревания. Сейчас отправляем ее на созревание. Идеальные условия созревания для сырокопченой колбасы температура 10-12 градусов, влажность около 75%. Плюс-минус 5-10% по влажности перепад допускается. Но лучше все-таки придерживаться 75%. По температуре желательно не выше 12 градусов. Это самый потолок, потому что иначе, я думаю, колбаса начнет портиться. И, в принципе, ну, жир тут уже не будет плавиться, но все равно выше 12 градусов выдерживать не надо. Температура идеальная 10 градусов. Ну, всегда есть идеальные условия, к которым мы стремимся, и есть внешние факторы, которые на эти условия влияют, естественно. Теперь выдерживаем ее в течение месяца. Должна она где-то 30% потерять в весе. Через месяц, естественно, будет видео, будет дегустация, мы покажем разрез, расскажем о вкусе, взвесим колбасу. Мы четко знаем, сколько мы на эту колбасу использовали сырья по весу. И мы тоже четко покажем, сколько у нас получилось в результате конечного продукта. Ну, колбаса... Слушайте, она так пахнет, это просто... Аж это, аж слюни текут, честно. Реально очень вкусно пахнет. Вот, мне кажется, процесс копчения как раз прошел очень хорошо. Поэтому, друзья, с удовольствием вам представляем свиную колбаску высшего сорта по рецепту 38-го года, по ГОСТу 38-го года. Если кто-то хочет получить книжку, как я уже говорил, пишите в комментариях e-mail, я вам сброшу ссылку на скачивание. Ровно через месяц будет видео с дегустацией этой колбасы. И часть этой колбаски, возможно, для заказа. Если кого-то интересует, отправлю по Украине новой почтой, естественно, в вакуумной упаковке. Пишите в личку или пишите в комментариях свой e-mail, я отвечу, отпишусь. Ну, а пока, друзья, мы на этом будем заканчивать рецепт. Ждите видео с дегустацией. Подписывайтесь на канал, ставьте пальцы вверх, колокольчики там все нажимайте. И делитесь нашим видео. Нам очень важно, чтобы наше видео увидело как можно больше людей. Если вы им поделитесь, люди его увидят и, соответственно, задумаются, стоит ли покупать колбасу в магазине. Может, лучше эту колбасу сделать самому из известных продуктов для своей семьи, есть вкуснятия, но не какую-то отраву. Потому что я всегда говорю, что магазинная колбаса это не совсем колбаса, сделанная из не совсем мяса. Друзья, буду заканчивать. Спасибо за внимание. Будем с Ларисой снимать для вас новые интересные видео. Ну, традиционно же надо сказать эту фразу. Всего доброго. Пока.